Ни зной, ни дождик проливной им не помеха. Работы по ремонту набережной ведутся в любую погоду. Обновлять последний участок первой очереди начали в мае. Выложили дорожки тротуарной плиткой, установили уличное освещение. Ливневку полностью заменили, проложили водопровод и хозяйственно-бытовую канализацию. Теперь здесь будет все для прогулок и отдыха. Детская площадка устроена, спортплощадки сделаны. Парковочные места для гостей города по улице Максима Горького расширены. То есть, если раньше было 50 парковочных мест, у нас сейчас появилось 117. Особое внимание к лумбам и зеленым насаждениям. Чтобы цветы и газоны не теряли сочный цвет, установили систему автополива. Всего на участке набережной обновили более 30 тысяч квадратных метров территории. Ходили в прошлом году по этой набережной, которая старая была, с равной листой, которую мы построили. Здесь был асфальт. Асфальт и зелени было очень мало. Очень мало зелени было. Люди здесь по этой набережной ходили очень мало. Сейчас посмотреть на улицу Ленинградскую, какой там поток детей, взрослых. Первая очередь набережной, самая старая в Самаре, построена еще в 50-е. Прежде комплексного обновления здесь не производили. Участок между Красноармейской и Вилоновской наиболее трудозатратный. На его ремонт с городского и областного бюджетов направлено почти 200 миллионов рублей. Участок набережной от Красноармейской до Вилоновской для жителей и гостей города по плану должен открыться к ноябрю. Но рабочие, как истинные стахановцы, идут с опережением сроков. И уже 2 октября планируют подарить городу обновленную набережную. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.